Здравствуйте! Информационная программа. Наши новости начинают работу в эфире. В студии Василий Морозов и Татьяна Динер. Смотрите сегодня в выпуске. Конец света для бийских чиновников. Мэрию Наукограда обесточили из-за больших долгов за электроэнергию. Поп на джипе. Алтайский священник из глухой тайги ведет блог для любителей экстрима. Возраст больше века. Родом из Европы. Старая мельница может стать брендом Михайловского района. Сегодня администрация Бийска осталась без света. Причина многотысячной долги за электроэнергию. Ранее Алтай Краэнерго отключала за долги бийских коммунальщиков. Теперь дело дошло и до чиновников. Как выяснилось, мэрия Наукограда за апрель и май задолжала энергетикам больше 100 тысяч рублей. Те о возможном отключении администрацию предупреждали, но это не ускорило процесс погашения долгов. Сегодня энергетики поставили следующее условие. Свет вернем, но только после согласования четких сроков и условий выплаты долга. Чиновники заверили, что вопрос решат в ближайшее время. И вот как позже стало известно, все урегулировали. Электроэнергию все-таки подключили. Мы никогда не спривали, что бюджет города Бильска 2017 года дефицитный и очень тяжелый. В первую очередь мы выполняем полномочия такого вида, как, например, выплата зарплаты людям, которые работают в бюджетной сфере. Это выплата налогов. Соответственно, коммуналка, как бы это печально не звучало, но она все-таки на втором месте. Если придут, а мы все-таки надеемся, что будут найдены точки соприкосновения, то все-таки будет нормально. Арминистрация Калманского района осталась без руководителя. Сергей Головин, занимавший пост главы местной администрации два года, покинул его по собственному желанию. Депутаты районного собрания поддержали отставку чиновника, сообщает сайт Калманской газеты «Заря Приобья». Пока народные избранники не выберут нового руководителя района и не заключат с ним контракт, исполнять обязанности главы администрации будет Виталий Манишин. Он возглавляет местный комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и хорошо знаком с проблемами территории. В трех многоэтажках камня на Оби, где сейчас проводят капитальный ремонт крыши, затопило квартиры. От возмещения ущерба подрядчик не отказывается, но конкретных сроков не называет. Всего пострадали жители пяти квартир верхних этажей. В момент, когда у людей не было крыши над головой, старую строители разобрали, а новую еще не сделали. Пошли проливные дожди. Потолки протекли настолько сильно, что вода, вместе со скопившейся на крыше грязью, буквально залила квартиры. Из-за того, что влага попадала в люстры и розетки, люди остались без света. Они попытались дозвониться до регионального оператора, который отвечает за капремонт. Но оказалось, что горячая линия доступна только в будни. Подрядчик, который не использовал во время ремонта специальный укровной материал, отозвался на проблему спустя сутки. Он предложил жильцам составить акты и пояснил, что возместить причиненный ущерб сможет только по завершению ремонта. Но когда это случится, подрядчик ответить конкретно не смог. С такой же проблемой столкнулись и жители краевой столицы. Барнаульцы позвонили на телефон доверия нашей редакции с просьбой помочь прояснить им, кто же должен нести ответственность и возмещать ущерб за залитый дождем квартиры. Алексей Янкин попытался разобраться в ситуации. Что рассказывать? Подайте клачу. Я не успевала вытирать. Валентина Александровна с ужасом вспоминает 2 июля. Гром и молнии пенсионерки были не страшны. А вот когда одновременно с дождем на улице вода полилась с потолка, стало действительно не по себе. В результате от стены отошли обои, подвесной потолок набрал влаги и обвис, люстра захлебнулась. Эти кадры сняты одним из жителей дома. Гром и молнии пенсионерки Но когда мастер заявляет, что был шквальный ветер, снял укрытие, и поэтому все залило, а укрытия вообще никакого не было. Наладить диалог со строителями, признаются жильцы, удалось лишь сегодня, когда на объект приехала наша съемочная группа и руководитель строительной фирмы. К нашему визиту вся крыша уже была укутана водонепроницаемой пленкой. Строители считают, она сможет уберечь квартиры от дождя, лишь бы не шквалистый ветер. Его-то строители и винят в том, что жителей затопило. Когда шквалистый ветер будет, мы дополнительно людей на ночь поставим дежурить, если где-то оторвется этот укровной материал, чтобы можно было бы оперативно закрыть. Региональный оператор фонда капремонта многоквартирных домов Алтайского края квалифицирует затопление жителей верхних этажей как нарушение. По условиям договора, говорят ведомстве, строительная компания обязана была не допустить протечки, несмотря на погодные условия. Теперь жильцы вправе требовать возмещения убытков. Те три квартиры, которые пострадали, мы ведем переговоры, оценили ущерб. По завершению капитального ремонта кровли мы отремонтируем квартиры там, где и возместим ущерб. Как строители будут компенсировать ущерб, проследит региональный оператор. Кстати, ведомстве отмечают, подобных эпизодов за последние недели в крае произошло несколько. Ливни сильно осложнили работу кровельщикам. Тем временем строители обещают завести профлист на Антона Петрова 164А уже в понедельник, а все работы завершить до конца месяца. Алексей Янкин, Андрей Печоркин. Наши новости. Проливные дожди стали и причиной переноса празднования юбилейного дня рождения Новоалтайска. 75-летие города отметят 26 августа, почти на месяц позднее, чем планировалось ранее. Дело в том, что из-за плохой погоды местная администрация не успевает закончить подарок жителям. К празднику их хотели порадовать свежеуложенными дорогами и обновленными городскими площадками. Сроки исполнения этих работ сдвигаются. Из-за дождей меняется время сдачи еще одного ожидаемого объекта – спортивной площадки в Белоярске. Этот район Новоалтайска тоже юбиляр. Ему исполняется 300 лет. К празднику теперь уже в августе. Здесь появится современная многофункциональная спортивная площадка с уличными тренажерами и хоккейной коробкой. Идею строительства поддержал депутат Госдумы Александр Прокопьев после встречи с местными ребятишками. На площадке можно будет заниматься любыми подвижными видами спорта и готовиться к сдаче норм ГТО. Кстати, тренироваться на ней дети и взрослые будут бесплатно. Монтажи пусконаладочной работы займут ровно три недели. Оплатит их фонд Александра Прокопьева. Администрация Новоалтайска отвечает за подготовку территории. Работы на объекте начали еще 7 июня. Но положить и разровнять грунт не удалось до сих пор. Тяжелая техника просто тонет в сырой земле. Проливные дожди сорвали мероприятия и по ремонту дорог, и по озеленению, и по благоустройству многих городских площадок, включая и наш спортивный клуб «Метеор». После установления хорошей погоды, мы надеемся, это случится уже на следующей неделе, работы будут продолжены и закончены в срок, предположительно, до 15-го, до 10-го августа. К другим темам. Коллектив одной из школ Локтевского района требует возвращения директора. С января общеобразовательное учреждение фактически работает без руководства. Бывшего директора сняли с должности без объяснения причин, а саму школу стали преобразовывать в филиал. Право самой крупной поселковой школы на самостоятельное юрлицо педагоги все-таки отстояли. А вот восстановление в должности бывшего директора добиваются до сих пор. Но в районной администрации отказываются идти учителям навстречу. По мнению педагогов, виной всему личная неприязнь главы района. Сотрудники школы неоднократно обращались в районную прокуратуру и Министерство образования края. Но в ответ, заверяют, приходили одни лишь отписки. Школа остается без директора, а исполняющему обязанности отказались назначить положенные дополнительные выплаты. К тому же в школе ликвидировали бухгалтерию. Зарплату начисляет сотрудник другого учреждения. Такую оптимизацию недавно признал незаконный Локтевский районный суд. Но это решение чиновники намерены обжаловать. По словам учителей, районные власти препятствуют и в получении школы денег на ремонт. Педагоги просят краевые власти вмешаться в конфликт и, наконец, разрешить его. От болезней стариков в Алтайском крае все чаще страдают молодые. Еще в недавнем прошлом замена разрушившихся суставов требовалась в основном людям преклонного возраста. То теперь за такой медицинской помощью обращаются те, кому не исполнилось и 50. Как помочь им сохранить активный образ жизни и даже вернуться на работу, сегодня обсудили в Барнауле ведущие отечественные и зарубежные травматологи-ортопеды. Артроз не только для пожилых. Все чаще в последние годы это заболевание встречается у людей до 40. Причина — частые травмы, воспаление в суставных тканях, нарушение опорно-двигательного аппарата или банальный недостаток движения. Хрящ не меняется за последние 2000 лет. Меняется образ жизни молодых людей. Они становятся менее подвижными. Из-за этого возникают проблемы с суставами. Вторая причина — ожирение. Молодым людям нужно больше двигаться. Это главный секрет. Есть и другое мнение. Десятилетия назад люди меньше обращали внимания на эту боль. Да и специалистов, готовых помочь, было немного. Сейчас жить с болью в ногах никто не хочет, потому и обращаются к врачу рано. Если хрящ в суставе совсем износился, могут предложить установку эндопротеза. Но торопиться ни врачу, ни пациенту не следует. Эксперты отмечают, есть больные с реальными показаниями к операции, есть те, кто может потерпеть. Есть рентгенологическая картина, довольно-таки сложная, но пациент при этом не испытывает никаких дискомфорта, то есть позволяет жить в обычном режиме, то и не надо наставить пациента в отношении данной операции. То есть операцию должен пациент сам сказать, что все, больше с такой патологией жить не могу. Выраженные боли, которые не дают мне просто полноценно жить. И только тогда уже надо вопрос решать об эндопротезировании. Как отметили на конференции по эндопротезированию, сейчас в тренде мини-инвазивный доступ в ортопедической хирургии. Удобств для медика он сопоставим с традиционным, но в этом случае часто переломы и вывихи прямо во время операции. В целом же специалисты выделили три основных вида осложнений после эндопротезирования. Среди осложнений встречаются переломы, особенно часто при использовании бесцементного протеза, а также если техника не была соблюдена корректно. Распространена и нестабильность протеза. Это тоже из-за неверной техники. И третий вид – инфекция, которую занесли во время операции. Из-за инфекции возникает нагноение, протез расшатывается. Особенно осторожно следует относиться к такой операции пациентам с гемофилией. Необходимо очень точно подбирать дозу всех препаратов, иначе кровотечение может усилиться. Неправильный подбор вот этих факторов, которые вводятся до операции и после операции, и также в профилактическом периоде. Такие ошибки, они чреваты очень большими последствиями. Вводят до, можно сказать, летальных каких-то исходов. На конференции привели данные. В Сибирском федеральном округе показатель общей заболеваемости суставов выше среднероссийского. Причем в 2014 году больше всего болезней костномышечной системы и соединительной ткани наблюдалось в Алтайском крае. Лучшим способом лечения является эндопротезирование. Однако важно взвесить все за и против, прежде чем решиться на операцию. Яна Аксенова, Николай Шилко. Наши новости. Священник онлайн. В таком статусе с января живет батюшка Заринского района Павел Корчагин. Известным на всю страну священнослужитель стал благодаря своему видеоблогу «Поп на джипе». Мы побывали в гостях у необычного батюшки и узнали, что скрывается за видимым эпатажем. Молитвы эхом заполняют весь храм. Почти всегда батюшка служит один. Нередко учить священников в таежном Алтайском селе, где в гражданскую войну веру вырезали вместе с людьми. Приход наш семь-восемь бабушек, о которых здравие я молюсь, чтобы они подольше пожили, чтобы мне не одному литургии служить. Кроме проблем духовных есть и физические. Подрядчик пропал, не достроив храм. От сквозняков здесь не спрятаться, крыша протекает. Уголь на зиму никак не купить. Нет прихода, значит деньги на храм поп берет из своего кармана. А у самого семья с двумя малышами. Чтобы выжить в далеком селе, Павел переехал в еще более глухое, куда даже дороги нет. Пешком-то ходьба полезная. Только когда дождь, мне это не весело идти. Здесь Павел практически живет. Село вымирающее, в соседях шесть дворов, зато есть место для разведения живности. Мужчина начал с куриц, на них пока и остановился. Электрик по первому образованию, по второму политолог, коренной горожанин. Он осознанно, с особым рвением перевоплощается в сельчанина. Она недавно выпарила цыпляток вот этих вот. Ну, брамы, они больше для красоты. Ну, они как и несушки, только они несутся меньше, чем обычные несушки. Задумки, конечно, у него неплохие. Но у Майши, конечно, не хватает. Он не сельский житель. То есть помогаете? Ну, ему, конечно, надо помогать. Соседка тетя Рая, дядь Миша, дядь Ваня – здесь немногие друзья Павла. Говорит, в Хмелевке, где стоит храм, жители его не особо жалуют. Обдумав все трудности службы в маленьком селе, Павел и создал свой видеодневник. У людей сломаются стереотипы о священстве, о том, что это люди, которые ходят постоянно в рясе, ничего не делают и отрицают многие вещи. И там лентяи. Предпринимательская жилка, что осталась у Павла с мирской жизнью, сейчас ему здорово помогает. Мужчина, вдохновленный тайгой, развивает магазин по продаже различных масел и травяных чаев. Способ выжить, так скажем, и храм содержать. Ну, и в принципе, мне это интересно. Еще до моего переезда сюда, я когда жил в Барнауле, увлекался китайскими чаями. Еще там уже, ну, блин, у меня мои домашние чайные церемонии. Кстати, пока что поп не на джипе. Прежняя машина не прижила большой экспедиции, а Нива-Внедорожник сейчас в ремонте. Не выдержала поездку к коллегам через тайгу. Кстати, супруга Павла, матушка Мария, поддерживает мужа в ведении этого блога. Но рассуждает не с точки зрения привлечения помощи. Говорит, так батюшка действительно служит. Он сомневался, участвовать там или нет. Но я вижу, что здесь он себя как священник точно реализовать не может с приходом в семь бабушек. С тех пор, как о попе на джипе узнали тысячи человек, ему ежедневно пишут с просьбой совета. А еще Павел участник всероссийского проекта «Батюшка онлайн». Все же, надеясь на пожертвования неравнодушных для своего храма, Павел добился главного. Он служит и помогает в трудную минуту многим людям. И уверен, духовная помощь идет не только от стен храма, но и мудрого совета. Анастасия Дороган, Николай Шелко. Наши новости. Фермер Михайловского района за свои деньги пытается восстановить уникальный исторический объект. Речь идет о ветряной мельнице, которая построена по голландскому принципу. Больше ста лет ее привезли на Алтай. Тогда она и была еще действующей. А сегодня у 12-метрового старинного сооружения есть шанс стать брендом Михайловского района. По крайней мере, об этом вот уже несколько лет мечтает руководитель крупного сельхозпредприятия Андрей Кожанов. Он своими силами пытается подарить мельнице вторую жизнь. К примеру, недавно укрепил фундамент. И теперь прежде накренившаяся мельница стоит ровно. Задача максимум, чтобы восстановить ее до состояния рабочее. Следующий шаг – замена опорных бревен и столбов, восстановление стен, изготовление трех жерновов. До наших дней дожил только один из четырех необходимых. На реконструкцию потребуется немало времени и сотни тысяч рублей. Но фермер настроен решительно. Готов восстанавливать мельницу до тех пор, пока она не станет действующей. На ней можно будет молоть муку. Андрей Кожанов планирует добиться признания за сооружением статуса бренда Михайловского района. Добавим, что неместные некровые власти сельскому инвестору помощи не оказывают. Хотя в целом чиновники одобряют идею присвоить ветряной мельнице статус исторического памятника регионального значения. Ее обожали короли, композиторы и слушатели за удивительный голос, который напоминает голос человека. Речь идет об одном из самых утонченных музыкальных инструментов во всем мире – скрипке. Мастерство игры на ней продемонстрировала барнаульцам гостей Швейцарии Анна Меркулова. Далее без комментариев. Слушаем и наслаждаемся. А на этом наш выпуск завершен. Хорошего вам вечера и до встречи в эфире. Иван Ладушкин. Участник освобождения Белоруссии, Прибалтики, Восточной Пруссии. Воевал на танке Т-34. В 1945 году он умело организовал прорыв сильно укрепленной обороны противника Восточной Пруссии. Завязался тяжелый бой. Пользуясь темнотой и дождем, он вывел свои танки на рубеж атаки, вплотную к вражеской обороне. Без подготовки, рывком танкисты ворвались к противнику. Рота, возглавляемая Ладушкиным, уничтожила 10 вражеских орудий, самоходку и значительное количество живой силы. В этом бою танк лейтенанта был подбит. Раненый, обожженный, он выскочил из машины, пересел в другую и продолжил бой. Опорный пункт противника был взят. Звание Героя Советского Союза ему присвоено посмертно. Прокопий Аврамков воевал на Северо-Западном и Втором Прибалтийском фронтах. Участник битвы за Москву. В бою за деревню Амшары в Псковской области Прокопий Аврамков израсходовал все боеприпасы. Закрыл с собой амбразуру вражеского дзота, обеспечив продвижение своей роты вперед. Звание Героя Советского Союза присуждено посмертно.